Всем привет! На улице уже весна, настроение у всех весеннее и самое время продолжить изучение петриковской росписи. Я очень надеюсь, что вам нравятся мои видео уроки, что вы пробуете рисовать, не боитесь экспериментировать и фантазировать. На прошлом уроке мы с вами изучали элементы петриковской росписи, рябиную калину, пробовали изобразить их в разных формах, поэкспериментировать с цветами, с объемом. На этом занятии мы продолжаем с вами изучать такой вид мазка в петриковской росписи, как ягодка или горошина. И будем с вами рисовать сегодня смородину, виноград и цветы. Как обычно для рисования нам понадобится плотный лист белой бумаги, краски, вода, клей ПВА, чтобы развести краски, палитра, наши пальчики и хорошее настроение. Для начала с помощью клея ПВА и воды мы разведем краску, чтобы получилась жидкая сметана. Напоминаю, что клей в краску или краску в клей добавляем в пропорции 2 к 1, то есть на 2 части краски 1 часть клея. Краску можете брать любого цвета, какой вам нравится. Так как мы будем с вами учиться рисовать виноград и смородину, то я решила развести синюю краску и голубую. Вот синяя краска уже у нас разведена. Получилась жидкая сметанка. Теперь можно разводить голубую краску. Что делать, если голубой краски у вас нет? Голубую краску можно получить, смешав белую и синюю краску. Клей. В клей добавляем белую краску. Размешиваем. Чтобы не было комочков. А теперь потихонечку в белую краску добавляем понемногу синий. Вот смотрите, если мы добавим немножко синий, получится светло-светло-голубая краска. Чем больше краски будем добавлять в синий, тем темнее будет становиться наша голубая краска. Ну и так вы постепенно, потихоньку добавляете столько синей краски, сколько вам нужно, чтобы получить ту краску голубую, какую вы хотите. Итак, смородина. Простым карандашом рисуем веточку, на которой у нас будут расти ягоды смородины. А теперь на нее будем нанизывать ягодки с помощью мазка, ягодка или горошина. Напоминаю, что крово-краску нужно набирать на верхнюю часть подушечки пальца, которые рядом с ногтем. Итак, набираем краску и прижимаем палец вверху, где у нас начало веточки. Не забывайте свободной рукой придерживать бумагу. Вторую ягодку рисуем под первой, немного уменьшая ее в диаметре. И так до конца веточки. Теперь попробуем нарисовать другой вид смородины. Опять же, рисуем карандашом линию. Это будет у нас веточка. Набираем краску, прижимаем палец с бумаги, рисуем ягодку вверху, сбоку начало веточки. Вот так вот. Вторую ягодку ставим с другой стороны веточки на том же уровне. Точно так же добавляем смородинки, следующие ягодки. С каждым разом чуть меньше их делаем, уменьшая их в диаметре. Теперь немного изменим рисунок. Рисуем еще один вид смородинки. Опять простым карандашом проводим линию веточку. Начинаем сверху добавлять к ней ягодки, размещая каждую следующую чуть ниже предыдущей. И при этом с каждым разом уменьшая диаметр ягодки. А теперь попробуйте поэкспериментировать самостоятельно. Потренируйтесь, нарисуйте несколько веточек с первым вариантом, несколько веточек со вторым вариантом, несколько веточек с третьим вариантом. Теперь я вам предлагаю немножечко поэкспериментировать с цветами. Рисуем веточку и рисуем на веточке ягодки. Но при этом ягодки пусть у нас будут разного цвета. Каждый мазочек мы окунаем в разную красочку. Первый в синюю, второй мазочек делаем голубой, третий в синий. Видите, у нас получается как будто верхние ягодки уже поспели, а те, что пониже, до них солнышко не доходит, поэтому они еще не дозрели светло-голубые. Ну а теперь попробуем придать объем ягодкам за счет нанесения более светлой краски на темную. Рисуем веточку и наносим на нее сначала ягодки синего цвета. Ждем, пока высохнет. Краска высохла. И теперь сверху на синий наносим ягодки голубого цвета, делая их чуть меньше в диаметре. Вот у нас получилась такая смородинка. Теперь попробуем с вами нарисовать виноград. Для начала простым карандашом рисуем макет нашего винограда в виде ромба. Сверху оставляем место для веточки. А теперь начинаем заполнять ромб ягодками. Можно заполнять так, как мы делали это с калинкой, то есть постепенно в видочек в рядочек. Можно в разнобой. Дайте свободу своему воображению. Сначала нарисуйте гроздь с одинаковыми ягодками. Теперь мы можем попробовать нарисовать гроздь с ягодками, которые книзу уменьшаются. Допустим, сверху у нас будут крупные ягоды. А книзу начнут уменьшаться. А можно, например, изобразить гроздь, на которой ягоды вообще будут в разнобой все разного размера. Рисуем макет в виде ромба. Место для веточки. И рисуем одну ягодку большую, другую маленькую. Ну, а если к этому еще и добавить эксперименты с краской, то можно получить большое количество разнообразных виноградных гроздей. Попробуем сделать виноград, где ягодки разных цветов. Для этого сначала окунаем палец в синюю краску, а потом в голубую. Вот у нас получается такой разноцветный виноград. Ну, а теперь попробуем еще придать объем ягодкам за счет наложения одного цвета на другой. Для этого сначала рисуем макет винограда, место для веточки. Заполняем его синими ягодками. И ждем, пока краска высохнет. Теперь, когда краска высохла, на синие ягодки наносим ягодки голубого цвета, но чуть меньшего размера. Итак, а теперь переходим к цветам. На первом занятии по горошине мы уже рисовали самые простые цветы. Это три горошины вместе. Четыре горошины вместе. И пять горошин вместе. Поэтому сегодня просто напомним себе эти элементы и добавляем к знакомым нам элементам еще одно горошине в центре. Это будет сердцевина цветка. Подождем, пока высохнет краска и сделаем середину. При рисовании цветочков используйте два цвета. Лепестки цветка это один цвет, а серединка это другой. Серединку делаем чуть меньше. Ну, а теперь попробуем с объемом. Сначала рисуем побольше лепестки темного цвета. Не забывайте, прежде чем накладывать второй слой краски или рисовать сердцевинку, предыдущий слой должен высохнуть. Так что ждем, пока высохнет краска. Теперь можно накладывать более светлый сверху, делая его ближе к центру и чуть меньше, чем предыдущий. И опять ждем, пока высохнет. Ну, а теперь третьим слоем, третьим цветом рисуем нашу серединку, сердцевинку. Ну, а теперь попробуем усложнить наши цветы. Для более сложных цветов сначала необходимо нарисовать простым карандашом макет в виде круга. Значит, подсказка от меня. Если вам сложно рисовать круг от руки, сделайте вот такие вот макеты, кружочков из плотной бумаги или картона разного диаметра. А потом просто их обводите. Такие заготовки в дальнейшем вам понадобятся для составления композиции с петриковской росписью. Итак, рисуем макет нашего цветка. Круг. Обозначаем у него центр. Все элементы петриковской росписи, цветы, листья, птички имеют центр. Это точка, куда стремятся все мазочки элемента. Поэтому, чтобы цветок был красивый, аккуратный, пропорциональный, нужно обозначать центр. Итак, обозначили центр точечкой. И разделим еще круг на сектора, чтобы у нас получилось равномерно нарисовать лепестки. Ну, а теперь с помощью мазка ягодки рисуем по кругу сначала большие лепестки. Теперь из маленьких ягодок ближе к центру круга будем рисовать лепестки поменьше. В конце, конечно, серединка цветка. Ну что, попробуем еще раз? Нисуем круг. Делим его на сектора. Обозначаем центр. И рисуем большие ягодки. Теперь другим цветом рисуем лепестки поменьше и ближе к центру. Серединку. Поэкспериментируйте с цветами. Попробуйте использовать краску разных тонов и оттенков. Попробуем нарисовать еще один цветок. Лепестки будут все одинаковые, одинакового размера. Изменять мы будем только цвета. или же нарисуем все одного цвета, а отдельно будет сердцевинка. и так рисуем круг обозначаем центр делим на сектора чтоб удобнее было заполнять ягодками и заполняем ягодками вот такие у нас два чернобрывца получились. На следующем занятии мы начнем с вами изучать новый мазочек. Прямой мазок, который является элементом таких цветов, как ромашки, листьев и шишечек в петриковской росписи. Следите за моим каналом, подписывайтесь и сохраняйте свои тренировочные работы, не выбрасывайте их. Они нам понадобятся, когда мы начнем изучать кисточку из кошачьей шерсти и кошачку. Всего доброго! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...